От новых правил медицинского освидетельствования водителей ожидали того, что они станут строже, потому что они были приняты на волне повышенного интереса государства к безопасности дорожного движения. Но некоторые эксперты считают, что в перспективе новый порядок вещей приведет еще к большему беспорядку на дорогах. Эй, мои личные вещи, не насматривайте, пожалуйста! Личные вещи не трогайте! Эй, это нарушение моих справок! Успокойтесь, женщины! Пьяные на дорогах – угроза безопасности не только для пешеходов, но порой и для крепких гаишников. Пусть паспорт вернет мой! Дай ей паспорт! Никто вас не забирает! А дай ей паспорт в натуре! Че такое? Написал что-то за... Давай сюда паспорт быстро! С... давай! Давай с... Ситуация на дорогах страны – тема президиумов госсовета и федеральных целевых программ. Минздрав России на этом фоне с 1 июля ввел новые правила для водительских медкомиссий. От обновленных справок врачи слегка оторопели. Новая форма медицинского заключения, она является, безусловно, шагом назад. На ней предусматривается только одна итоговая запись врача-терапевта. При этом ни ГИБДД, ни медицинские организации, они не видят маршрута, плана обследования, его результатов и итогов. При отсутствии такого идентификатора, как фотография, она становится беззащитной, легко поддается подделке. Раньше справка для ГАИ проходила сквозь строй врачей, каждый из которых отмечался в ней лично. Новый документ даже справкой не называют. Это заключение, удостоверяющее, что пациент осмотрен всеми специалистами. Поскольку люди, которые приехали из сельской местности, проходят по месту прописки своих психиатров и наркологов, мы сталкиваемся со справками разного цвета, размера, формы. Это может быть одна справка, может быть две справки. Становишься по неволе экспертом для того, чтобы определить подлинно эта справка или поддельная. По дороге к правам категории А и Б врачей вы теперь встретите меньше. Взяли, убрали хирурга из комиссии. Но нет теперь хирурга. Отсутствует фаланг по регламенту. Теперь смотрят терапевты. Шепотную речь раньше и кресло барани, это вестибулярный аппарат, смотрел. Вот Арина Ларингола. Теперь опять должна это все делать терапевт. А для категории С и выше, наоборот, введено новое обследование. Электроэнцефалограмма. Эту процедуру должен пройти каждый профессиональный водитель. Например, дальнобойщик или водитель автобуса. Требует она около получаса времени, спецоборудования и квалифицированного специалиста, который увидит на экране, скажем, такое противопоказание, как эпилепсия. Но захочет ли водитель тратить время и деньги, если справка никак не формализована? Проблеме фиктивных обследований был посвящен и круглый стол в пресс-центре комсомольской правды. Мы получили в общей сложности 1894 обращения, связанные с функционированием медицинских центров, оказывающих услугу по освидетельствованию, получению санкнижек и так далее. Что отмечают? В целом поток рекламы вульгарный в нашем представлении стал меньше. Это когда на заборах, на остановочных платформах появлялось объявление от ксерокса санкнижка за 20-25 минут. Когда мы можем получить, допустим, книжку личную медицинскую за полчаса, это простая фикция. Мы все с вами прекрасно понимаем, что те обследования, которые предусмотрены данным регламентом, ну их никак не сделаешь за полчаса. Человек, который решил пройти все по-честному, вынужден изрядно потолкаться в очередях, рискуя не понравиться кому-то из специалистов. Поэтому соблазн упростить процедуру велик. Тем более, что предложений по медкомиссиям на рынке полно. Хотел узнать у вас насчет водительской комиссии. Егор, у вас какая? С, продление. 1500 по стоимости, при себе иметь паспорт. 1500. Скажите, а электроэнцефалограмму у вас делают, да? Да, это стоимость уже включено. А времени как примерно комиссия? С энцефалограммой, ну максимум, может быть, там минут, не знаю, 40. Региональный ГИБДД, отвечающий за правила на дорогах, за полгода выявил 26 поддельных справок. Это старых, гораздо лучше защищенных, чем нынешние. Недаром медицинское заключение на право управления транспортным средством, само понятие, входит в закон о безопасности дорожного движения. И раз мы медицинская организация, мы отвечаем за медицинские аспекты безопасности дорожного движения. Так что пока сердце за порядок на дорогах болит только у врачей. Они же и крайние, если что. Вам мало недавнейшей новосибирской трагедии на Фрунзе, да? Где наркоман, которого три раза уже, да, два раза ловили, лишали прав, сбил двух пацанов и 58-летнего мужчину. Пацан скончался. А это же сейчас валом пойдет.